В этом видео я хочу показать вам классный компонент мобильного меню от того же разработчика, который разработал уникальный компонент Templates Creator. Об этом у меня был обзор, можете посмотреть на моем канале. Мобильное меню интегрируется с компонентом Templates Creator и интегрируется с обычным меню Joomla. Меня зовут Федор Васильев и давайте подробнее об этом меню в этом видео. Итак, сейчас мы находимся на странице мобильного меню на сайте разработчика. Вы можете перейти на эту страницу, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Здесь можете прочитать, ознакомиться, что это за меню. То есть это только мобильное меню. То есть, например, мы можем собрать шаблон себе на компоненте Templates Creator и позаботиться о том, чтобы у нас великолепно отображалось, как ни у кого, мобильное меню. Например, вот пример айфона. Даже здесь на картинке видно, как красиво все оформлено. Достаточно несложное меню, где можно очень быстро развернуть мобильное меню. Здесь ознакомитесь без меня. В самом низу здесь есть ограниченная бесплатная версия. То, что не включено в бесплатную версию, помечено красным крестиком. Можете сами ознакомиться и прямо сейчас скачать. И, соответственно, Pro-версия, расширенная со всеми плюшками. Всего-таки 19 евро. Итак, давайте перейдем на тестовый сайт и посмотрим на данное мобильное меню. На момент записи урока я использую последнюю версию Joomla 3.9.1 и модуль мобильного меню 1.05 версия. Pro-версия. Итак, чтобы вы понимали, сейчас на данном сайте, на демо-сайте не установлен мобильное меню, компонент. И что мы имеем? У меня установлен template creator. На нем я собираю шаблон. И сейчас визуально, если мы посмотрим, так как мы разбираем мобильное меню, поэтому я сразу сделал предпросмотр. То есть вот он, по сути, шаблон. Здесь ничего еще нет. Здесь какое-то непонятное меню еще у нас наверху. И правой кнопкой мыши кликаю по своему сайту и нажимаю здесь в контекстном меню просмотреть код элемента. Таким образом я могу сымитировать мобильное устройство, просмотреть в разных ориентациях свой сайт. То есть вот сейчас здесь, по идее, будем мы разбирать именно мобильное меню. Соответственно, зайдем в меню, чтобы вы сразу понимали отличия. Когда мы установим меню, сразу интегрируется дополнительная вкладка в меню. Например, если я зайду в меню Home, то здесь вы видите стандартные вкладки меню и нету никаких дополнительных вкладок. Также в стандартном модуле меню, зайдем в MyMenu, здесь тоже нету никаких дополнительных вкладок. Она автоматически здесь появится, дополнительная вкладка с настройками, то есть интеграция произойдет с обычным модулем меню, когда мы установим данный компонент. Итак, давайте установим этот компонент. Устанавливается он как обычно. Как я уже говорил, у меня последняя версия на момент записи урока про версию компонента мобильного меню. Устанавливаю на сайт. Все у нас получилось. И сразу вам покажу. После установки, смотрите, MyMenu. В любой пункт меню мы можем зайти. И вот здесь, смотрите, обратите внимание, добавляется новая вкладка. Видите, MobileMenu. Что она здесь дает именно в пунктах меню? Она дает небольшие какие-то возможности, но довольно интересные. Вы можете загрузить свою иконку Mobile Icons. Следующее поле позволяет задать заголовок для мобильного меню. Если хотите оставить обычный заголовок меню по умолчанию, то есть Home, то это поле мы не заполняем. И есть возможность именно этот пункт отключить из мобильного меню. Нажатием на кнопку Нет. А дальше, как я уже говорил в начале, вам показал, чтобы вы понимали, какие вкладки добавляются. Вот зашли в обычный модуль меню Joomla. И здесь произошла, видите, интеграция. То есть появляется вкладка с настройками. Сейчас мы с вами их будем рассматривать. Глобальные настройки. И, соответственно, после установки модуля у нас модуль появляется в компонентах. Это у нас компонент. То есть Mobile Menu. Надо отметить, что еще вместе с модулем установился плагин. Автоматически включился необходимый системы Mobile Menu. В нем настроек никаких нет, но он должен быть включен. Давайте рассмотрим Mobile Menu. На первой странице будут отображаться все меню, которые у вас созданы на сайте. Так как у меня на этом сайте развернуты демо данные, поэтому у меня и Main Menu, и After Menu, и Button Menu. Соответственно, для каждого меню можно задать свои стили. Напротив меню, обратите внимание, состояние, галочка включено. Крестик стоит, Enable for Mobile. То есть включить в мобильное меню данное меню. То есть в данный момент, сейчас, если обновим страницу, никаких изменений нет. Мобильное меню не подключено. Если я нажму вот сюда, поставится галочка. Давайте проверим, обновим страницу. Сразу же, вы видите, по умолчанию уже есть какое-то меню. То есть мы его только что включили здесь. Также здесь можно назначить Style. Стиль меню свой. Пока стоит нет. Никакого стиля нет. Соответственно, тестовое меню. Мобильное меню, да, то есть это вот у нас по крестику уже какое-то симпатичное меню присутствует. Также напротив кнопки Select, напротив нужного, необходимого меню. Ну, мы сейчас работаем именно с Main Menu, поэтому остальные меню, они все по аналогии настраиваются. Переходим в Select. Здесь сразу Demo. То есть это предустановленные стили, либо создать новые. Прямо отсюда можно. Сейчас я покажу, где это еще находится. И кнопка Remove удалить. Здесь есть еще две вкладки. Стили и About. То есть об авторе, да. Последняя версия меню и стили. Смотрите, здесь могут создаваться и копиться таким списком разные стили. По умолчанию у нас есть Demo. Если мы кликнем по Demo, то, во-первых, мы видим демонстрационное меню. То, которое сейчас у нас активно, Demo. И здесь какие есть настройки. На самом деле ничего здесь сложного нет. Есть здесь вкладки. То есть меню Bar. Меню Bar. И ниже. Значит, Background. Заливка цветом. Background. Images. Заливка изображением. Border. Это рамочка. То есть вы должны понимать, что здесь и цвет настраивается, и там Solid. То есть подчеркивание. Там сплошное, двойное и так далее. Соответственно, все какие только нужны цвета, они все здесь можно их настроить. Border. Radius. Это скругленные углы. То есть здесь маленькие иконочками показано, какая опция за что отвечает. То есть где будет скругляться. Shadow. Это тень. Соответственно, можно настроить тень. Margin и Padding. Это отступы. И Font Size. Это шрифты. И, соответственно, для каждой вкладки, то есть это меню Bar. Для Button. Свои настройки тоже. С отступами, с радиусами, с тенями и так далее. И здесь есть еще большой такой ряд вкладок, где нужно просто походить и настроить все цвета. При этом смотреть на сайте, как это будет отображаться. То есть на этой вкладке просто настраиваются все стили. И самая здесь вкусная вкладка, на мой взгляд, это заготовленное уже готовое меню, из которого вы можете в один клик выбрать то, что вам нравится. Например, выбираем фиолетовое меню. Если я кликаю по меню, нас предупреждает, что все стили, которые мы правили до этого, не сохранятся. Нажимаем ОК. Внизу такая синяя кнопка. Если кликнем по ней, мы можем видеть это и даже развернуть меню. Посмотреть, как это будет выглядеть реально на мобильном меню. Дальше импортировать, экспортировать. Preview Save Close. То есть если нам меню это будет нужно, мы нажмем Save. Соответственно, вы можете просто походить и посмотреть, возможно, какие-то меню здесь вас уже устроят. И выбрать для себя что-то интересное. Ну, я, наверное, оставлю вот это вот меню. Давайте так. Это демо. Здесь я нажму Close, а мы с вами создадим новое. То есть пускай демо это будет демонстрация, а мы создадим новое. То есть вы можете самостоятельно собрать меню, настроить его мобильное, по цветам, по отступам, по скругленным углам, по шрифтам, как вам нужно. Настраивается это все у нас здесь. Или же сразу выбрать какой-то готовый вариант. Как я уже сказал, я хочу взять вот этот вариант. И Name. Давайте назовем меню. Я назову меню Федор и нажму Save. Нажали Save, нажимаем Close. Далее обновляем страницу. Вот оно, видите, Федор здесь в списке появилось. То есть мое меню. Не стал я настраивать, да, хотя, видите, все вот эти цвета синие. То есть вот вы выбрали здесь готовое меню, и вы после этого можете видеть, что Background Color как раз-таки тот, который мы взяли из готовых, так сказать, пресетов, да. То есть вы можете как-то потом подкорректировать цвет уже здесь и нажать Сохранить. Теперь давайте назначим данный стиль меню для нашего меню. Переходим в меню. Переходим вот здесь вот напротив меню. И выбираю Федор. Вот здесь это видно. Стиль Федора выбран. Идем на сайт. Обновляюсь. Видим наше меню. Вот как выглядят подпункты меню. То есть у нас все с вами отображается. Теперь давайте поговорим про глобальные настройки. Переходим в сам модуль. В наш родной модуль Joomla меню. Это MyMenu. Переходим на вкладку MobileMenu. Смотрите, Enable MobileMenu, если мы поставим нет и сохранимся, соответственно, при обновлении страницы у нас абсолютно не будет показываться мобильное меню. Здесь, конечно, оставляем да. У нас уже выбран стиль Федора, поэтому вы видите его здесь. Вот он вот здесь вот выбран. Следующая опция позволяет нам объединить мобильное меню с другим мобильным меню. Здесь мы можем принудительно назначить, на каких устройствах будет отображаться данное мобильное меню. То есть у нас по умолчанию и так подхватывается оно правильно, но здесь можно выбрать. Table & Phone. Это планшет и телефон. Phone Only. Только телефон. Или вот этот обычный вариант. Дальше. Вот этот лимит позволяет отображаться мобильным меню на том разрешении, на котором вам нужно. На самом деле очень полезная вкладка. Например, здесь вот есть такая вкладочка, как iPad. Соответственно, на iPad у нас не отображается, потому что разрешение 768. Соответственно, если мы вот здесь поставим 768, сохранимся, то уже на этом разрешении будет показываться мобильное меню. Обновляю страницу. И вы видите, на этом разрешении отображается прекрасненько мобильное меню. Следующий пункт. Добавьте меню в тело страницы или в текущий контейнер меню. Ну, в принципе, можно оставить без изменений. Дальше. Одно из моих любимых. Я люблю вообще эффекты, анимацию, эффекты. Можно выбрать какой-то слайд. Сразу здесь в меню выскакивают дополнительные опции. Ширина 300. Здесь можно не трогать. А вот здесь вот, например, слайд. Скольжение. Если сохранимся, то скольжение у нас... Видите, как выскакивают менюшки. Вот такого вида. Оставлю обычный вариант. Дальше можете выбрать Display Type. Выберите, если вы хотите, плоское меню со всеми уровнями, чтобы это было показано. Или аккордеон меню, которое показывает подменю по щелчку. По факту, это просто анимация. Разновидность анимации. Следующие три кнопки у нас отключены. Первое. Загрузить изображение в мобильное меню. То есть показать изображение Show. Show Modules. Показать модули. Show. Показать ли описание к заголовку элементов. Дальше есть возможность показать лого, логотип в разных позициях меню. И показать ли текст. Можно выбрать нет. Default Text или Custom Text. Появляется поле, где можно прописать какой-то текст, который, по идее, должен отображаться. На этом данный обзор закончен. Надеюсь, вам было все интересно. Хотите потестить, пожалуйста, переходите на сайт разработчика, качайте. Ну и покупайте Pro-версию, если вам это будет жизненно необходимо. На этом здесь все. И до новых видео.